С именем Аллаха, хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха. Когда верующий видит оккупированные земли мусульман, то его сердце сжимается от боли. Туркменистан оккупирован, Чечня оккупирована, Дагестан, Кашмир оккупированы, а также Сеута и Мелильи в Магребе. На протяжении всей истории мусульмане переносили тяготы оккупации, будь то походы крестоносцев, нашествия татар или колониальные войны европейцев, которые захватили большую часть мусульманских земель. Все это оставило болезненный след в сердцах верующих. Молодежь хочет выйти из-под оккупации, и, конечно же, сразу, сейчас же. Однако, когда кто-то говорит и выступает с призывом к воспитательной форме, которая приведет к освобождению оккупированных стран, и которая не произойдет раньше этого, молодежь не принимает этого. Хочет, чтобы правители, амиры, ученые, журналисты стремились и сделали все для немедленного освобождения от оккупации раньше, чем Аллах предопределил это. Игнорирует законы Аллаха. Ведь законы, установленные Аллахом на земле, и которым нужно следовать, чтобы выйти из-под оккупации. Аллах говорит в Коране, «Ты не найдешь замены для установления Аллаха, и не найдешь возможности уклониться от установления Аллаха». Некоторые события происходят не так, как того хотел бы человек. Но у всего есть свой порядок. Необходима предварительная подготовка, чтобы притесняемые могли выйти из-под оккупации врагов и насилия, которое исходит от них. У девочек с раннего возраста уже есть желание иметь детей, и это фитр, заложенная в нее Аллахом. Однако для нее невозможно иметь ребенка в этом возрасте, пока она, повзрослев, не выйдет замуж, и только после забеременеет. Но даже в этом случае возможно, что она поздно выйдет замуж, или беременность наступит не сразу. Затем нужно ждать еще 9 месяцев до появления ребенка. После рождения же возможно испытание болезнью или смертью ребенка. Во всем этом есть много установлений Аллаха, которые должны произойти. Это означает, что недостаточно одного желания чего-то благого и хорошего, и что оно должно осуществиться сразу. Мы должны проявлять уважение к установлениям Аллаха. Фараон чинил явную несправедливость над Бани Исраиль, убивая их сыновей и оставляя их женщин себе в услужении. «Поступал незаконно и говорил, Я ваш Всевышний Господь». Аллах упомянул рассказ об этом в начале суры Аль-Касас. «Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками». Желание Всевышнего свершилось сказанным «Мы пожелали». «Наш Господь захотел оказать милость тем, кто был унижен из сынов Израилевых, даровав им помощь и власть, и уничтожив фараона и несправедливых. Даровать им власть на земле и показать фараону, хаману и их воинам то, чего они остерегались». В следующем аяте говорится, «Мы внушили матери Мусы, корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников». Между божественным желанием, которое Всевышний упомянул в начале суры, сказав «Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле», и так до конца аята, и «осуществлением предписанного», то есть спасением сынов Израилевых от притеснения фараона и его гибелью, прошло 40 или 50 лет. Представь, Аллах мог бы и сразу свершить это и закончить это дело, оказав помощь сынам Израилевым любым путем, необычным путем. Однако он хочет свершения установленного им посредством прохождения верующими пути усталости, страдания и терпения. После 50 лет Аллах избавляет сынов Израилевых от притеснения, уничтожив фараона, Гамана и их войска. Да, это сура «Аль-Касас» из священной книги. Мы это говорим для того, чтобы поняли, что есть установление и механизм. Механизм для освобождения от оккупации очень важен. Чтобы изучать его и учить из истории тому, что чрезмерная храбрость при деоккупации действует так же, как и пренебрежение. Оба они отвергаются. Ты хочешь решить один кризис, не думая о другом. Тут кроется большая опасность. Опасность, связанная с убеждением, соблюдением шариата, с нравственностью и многим другим. Мы не должны ни спешить, ни пренебрегать чем-то. Необходимо придерживаться правильного пути. Придерживаться середины. Как определить, где равновесие? Первый шаг к деоккупации стран, на мой взгляд, заключается в шариатском знании. В том, чтобы ты обладал знанием о шариате, которым ты будешь руководствоваться, или наличием ученого, который скажет, что это время является более подходящим историческим этапом, что оно более подходит для сражения или же проявления терпения. У этого действия свой механизм, а у другого свой. А тот, кто будет определять это, должен обладать шариатским знанием. Если руководствоваться лишь разумом, то он может пойти на поводу твоих пристрастий, и ты будешь приводить доводы на основе своих желаний и эмоций, и они не будут соответствовать шариату. Может быть, твое желание пожертвовать чем-то или умереть, все это на пути Аллаха, и твое сердце искренне. Однако поступать таким образом может быть нецелесообразно. Посмотри, что говорится в аяте. Разве ты не видел тех, кому было сказано «уберите руки», то есть не пытайтесь сражаться, совершайте намаз и выплачивайте закат. Когда же им было предписано сражаться, некоторые из них стали бояться людей так, как боятся Аллаха, или даже более этого. Они сказали «Господь наш, зачем ты предписал нам сражаться? Вот если бы ты предоставил нам отсрочку на небольшой срок, скажи, мирские блага непродолжительны, а последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен. Вы же не будете обижены даже на величину нити на афинниковой косточке». Здесь Всевышний Аллах говорит о желании людей касательно двух исторических моментов. В одном случае было проявлено желание мусульман пожертвовать собою в ответ на несправедливость, совершенную в Мекке, но им было неспослано «уберите руки, не пытайтесь сражаться, совершайте намаз». А когда они переселились в Медину, и их дела стабилизировались, их жизнь и торговля улучшились, имущество и плоды увеличились, и настало душевное спокойствие, тогда им было предписано сражение. Но они не захотели и сказали «Вот если бы ты предоставил отсрочку на небольшой срок». Здесь желание благополучия, а там желание сражаться. И это ошибка, и то ошибка. А правильная где-то посередине, как упомянул наш Господь. Система порядка в соответствии с действиями пророка, которые являются шариатской позицией. Что сделали бы вдохновленные сражаться в оккупированных странах, будь то Туркестан, Чечня или другие страны, если им скажешь «Уберите руки» или «Не пытайтесь сражаться», совершайте намазы, выплачивайте закят. Тебя осыпают бранью, а воспитанный скажет «У Аллахи, шейх, Аллах лучше знает обстоятельства». Тебя, может быть, кто-то принуждает это говорить. Они не знают, что это решение шариата, позиция шариата. И ты причиняешь вред уме своими чрезмерными эмоциями так же, как вредишь пренебрежениям. И это вредит, и то вредит. Позиция мусульман, когда они противились отказу от сражений в Мекке, плоха и подобна тому, как они в Медине противились сражаться. И это плохо, и то плохо. А правильно то, что соответствует шариатскому знанию. Посмотри на тех, которые в Мекке на эмоциях готовы пожертвовать собой и противились даже пророку, саллаллаху алейхи вассалю. Поэтому я со спокойствием принимаю возражения, говоря, что это обычное явление, когда люди возражают твоему мнению. Если даже когда пророк сказал, уберите руки, не пытайтесь сражаться, совершайте намаз и выплачивайте закят, они стали возмущаться в благородной Мекке, отправили к посланнику с подвижников, как передано в достоверном хадисе. Но до того, как привести хадис, хочу сказать вам вот что. Представьте состояние, которое было тогда, когда Абу Джахль убил Сумайю и Аммара ибн Ясера, мучили Билляля и Хаббаба, а также мучили и других благородных сподвижников. Людей вынудили переселиться из Мекки в Эфиопию. Мрачная атмосфера, несправедливость, чинимая по отношению к мусульманам, явно и очевидно. В этих условиях к пророку пришли сподвижники. Рассказали Аль-Насаи, Хаким и Аль-Бай-Хаقي. И это достоверный хадис от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, который сказал, что Абдур-Рахман ибн Ауф. Да, Абдур-Рахман ибн Ауф. Который является одним из десяти обрадованных раем. Очень значимая личность. Что Абдур-Рахман ибн Ауф и его товарищи, то есть сподвижники пророка, те сподвижники из первых переселившихся, из первого поколения, пришли к пророку, салаллаху алейхи ва салям, и сказали очень странные слова. О посланник Аллаха, мы были в величии, будучи многобожниками, а когда уверовали, стали униженными. Ты говоришь не сражаться и не убивать Абу-Джагля, Утбу ибн Раби'у, Шайбу ибн Раби'а, Умайю ибн Халяфа, хотя они мучают нас. Мы такого не позволяли, даже будучи многобожниками. Мы сразу отвечали им. Мы не терпели такую несправедливость и угнетение. Мы были в величии, будучи многобожниками, а когда приняли ислам, стали униженными. На эти слова доблестных сподвижников или некоторых из них, он сказал, мне было велено воздерживаться, поэтому не сражайтесь. Когда Аллах разрешил переселиться в Медину, он повелел сражаться, то некоторые мусульмане отказались. Здесь пришло повеление сражаться, шариатское повеление против истинных многобожников. Уже есть государство, есть глава государства, выдвигается войско к битве, но некоторые воспротивились сражаться, сказав, вот если бы ты предоставил отсрочку на небольшой срок, и Всевышний Аллах не спасал из слов Ибн Аббаса, разве ты не видел тех, кому было сказано, уберите руки, не пытайтесь сражаться, совершайте намаз. Даже после того, как в Медине уже пять лет, как было построено государство, и затем произошла битва у Рва, что сделал пророк, салаллаху алейхи вассалям? Он принял решение копать ров. Что значит копать ров? Копать ров означало, что они не согласны противостоять в открытом бою, несмотря на то, что враги окружили лучезарную Медину. Несмотря на то, что это сражение с неверующими, которые поклоняются Аллату и Аль-Уззе, дозволено. Они окружили Медину, придя туда, изгнав их из Родины. Верующие претерпели от них несправедливость, и уже были между ними сражения при Бадре и Ухуде. Пророк сказал, что их 10 тысяч, а мусульман всего 3 тысячи вместе с детьми и женщинами. Если будем с ними сражаться, будет проблема. И начал рыть ров. Месяц они были в окружении, не выходя на сражение. А у арабов это считалось позором и оскорблением. Даже если умирали, они выходили против врага. Возьмем слова Антары Ибн Шаддада в период до ислама, который сказал, «Не давай мне пить воду жизни с унижением, но подай мне пить со славой чашу горького колоквинта». Вода жизни с унижением подобна аду, а ад со славой — лучшее жилище. Некоторые говорят, что это красивые слова. Нет, не красивые, а противоречащие шариату. Может быть, лучше будет терпеть. Но арабы не терпели, и поэтому были неспосланы аяты про проявление терпения. В их обычаях проявлять терпение было сложнее и тяжелее. Когда пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал не сражаться в благородной Мекке, начали противиться и сказали те слова. Несмотря на то, что выкапывать ров было непринято и считалось странным среди арабов, пророк, салаллаху алейхи ва салям, все равно сделал это. Он руководствовался шариатским зданием. Во время битвы при Бадре он побуждал к сражению. Также против племен Бану-Надыр, Бану-Курайза и Бану-Кайнукар. И в битве при Хайбаре он побуждал к сражению. Иногда он побуждал к сражению, иногда удерживал от сражения, следуя шариатским правилам, которые знают только большие ученые. Поэтому будь бдителен. Шариатское знание — это нелегкое дело. Недостаточно просто прочитать книгу или две книги. Остерегайся после этого давать фетвы. Даже если человек будет праведным. Проблема возникает, когда человек праведный, сильный в поклонении, но у него нет знаний выдавать фетвы. Особенно во времена фитны. Фитна подобна частям сумрака в темной ночи. Тогда ты ничего не видишь. Как сказал пророк, спешите делать благие дела во время фитны, ибо она подобна частям сумрака. В темной ночи ты не видишь, что правильно, а что нет. Поэтому во время фитны должны быть хорошо знающие. Один из братьев оставил мне на канале комментарий под одним из моих видео, где говорится, «Я выучил Коран и прочитал книгу Аль-Бедая уан-Нихая ибн Кассира, и прочитал фикху-сунна сайида сабика, и я тебе возражаю». Этот мискин подумал, что у него есть инструменты для выдачи хукма и фетвы, и он считает, что заучивание Корана и прочтение Аль-Бедая уан-Нихая и фикху-сунна… Я говорю, «Мой сынок, я это сделал 30 лет назад, но до сих пор не даю фетвы, не могу давать фетвы». Для фетв должны быть определенные специалисты, у которых должны быть знания Священного Корана и его толкования, знания жизнеописания пророка и разъяснения к нему. Должны быть знания, чтобы отличить хадисы, слабые от достоверных, знания Насиха и Мансуха, должно быть знание о разногласии и мнении ученых, чтобы не притеснить этим мусульман и не сделать запретное дозволение. Он должен быть осведомлен о решениях ученых на протяжении истории. У него должно быть знание реальности, в которой мы живем. И не все ученые религии могут давать фетвы. И даже если он может давать, то не по всем ситуациям. Одни дают фетву по политическим вопросам, другие по экономическим. Кто-то сведущ в общественных вопросах, в делах наследования, а другой в семейных отношениях. Поэтому в каждой сфере есть специализированные муфти. В следовании за эмоциями и желаниями кроется большая опасность. И я, завершая лекцию, со всей болью, с большим сожалением скажу, что умма наша страдает. Страдает праведными людьми, которые дают фетвы без знания. И это проблема. Человек сам праведный, усердно поклоняется. И при его разговоре ты обманываешься им, потому что он праведный человек, совершает все праведные дела, молится, постится, выплачивает закат, даже может, говорит истину и делает джихад. Он это делает, но у него нет шариатского знания. Из-за его праведности и поклонения ты обманываешься и противоречишь шариатскому правилу и его нормам, которые муфти используют для выдачи фетв. И хадис пророка, салаллаху алейхи вассалям, указывает на это и предостерегает от этого. Я приведу хадис, завершая лекцию. Превосходство знающего над поклоняющимся, подобно моему превосходству над нижайшим из вас. И в другом хадисе превосходство ученого над поклоняющимся, подобно превосходству луны над звездами. Пророк не сказал превосходство ученого над невеждой, а сказал превосходство ученого над поклоняющимся, у которого нет шариатских знаний. Превосходство ученого над усердно поклоняющимся, подобно превосходству пророка, салаллаху алейхи вассалям, над самым низким из мусульман или превосходство луны над звездами. И просим Аллаха, чтобы он наставил нас к тому, что он любит и чем доволен, и да воздаст Аллах благом, мир вам, милость Аллаха и его благослов Money%. Саламу алейкум.